Миланка тут себе бровки подкрашивает. Тебе не холодно, красотка? Всем привет! Мы сейчас едем поужинать, едем в кафе, в торговый центр Пик. Там есть очень хорошее кафе, мы уже как-то там были. И вроде бы сегодня выступает Татьяна Буланова. Да? Вроде да. Вы нарядились. Я надела, знаете что, на красную дорожку, кто смотрел мои влоги, знает, на красную дорожку покупала себе комбинезон. И вот после красной дорожки я больше его и не надевала. Сегодня решила именно его надеть. Еще сверху накинули пиджачки, потому что у нас, во-первых, уже вечер, но и к тому же в ветере немножко, конечно, похолодало. Я очень надеюсь, что еще придет лето. Еще лето не закончилось. В любом случае еще и бабе лето будет. В общем, надеюсь, что лето будет. Миланка на себе накрутила слегка волоса. Я, наоборот, убрала волосы в хвост. Давно я хвосты не делала. В общем, у нас наоборот девчонки с распущенными волосиками, а я убрала. Припарковались кораблики катать. Мы тоже недавно на корабликах катали, да? Да. Сегодня, вчера было прям так холодно, а сегодня уже намного теплее. Можно сказать, лето. Вчера как будто, знаешь, осень, а сегодня уже лето. С учетом того, что сейчас 8 вечера почти. Да. Не может быть? Прям комфортненько сейчас, да. Слика на каблучечках. Цок, 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 цок. Смотрите, какой красивый здесь зал. Просто прелесть. У них все столы забронированы. Сегодня, ну вот, собственно говоря, концерт Татьяны Булановой сегодня. И здесь прям все столы забронированы. Дни рождения, мероприятия. Кстати, сейчас я покажу там очень красивый вид. Мы уже были в этом кафе. Тоже на какой-то праздник. И тут есть еще такая красивая терраса. Милаш, ты посидишь? Я сумочки оставлю. Я пойду сниму, хорошо, полношка? Смотрите, как тоже тут интересно сделано. Запускала все. Вот сколько цветочков. Лика идет фоткаться. И я сейчас вам покажу, какой тут красивый вид. Смотрите, пелесть какая. Вот тут такая терраса есть, классная. Что-то я не понимаю, где, но она на другой стороне. Вообще, очень большой зал. Так, что-то я на террасу не пойму, как выйти, но ладно. В любом случае, сейчас немножко прохладно. Ну и к тому же, Татьяна Буланова вот здесь выступает. Поэтому мы забронировали именно в самом помещении. Татьяна Буланова Татьяна Буланова Татьяна Буланова Татьяна Буланова Татьяна Буланова Татьяна Буланова Миланка в детской комнате играет. Она тут вот рядышком. В принципе, ее видно. Ты siege. КОНЕЦ Бурными аплодисментами здесь, на сцене ресторана «Майеры» Татьяна Буланова! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Друзья, субтитры создавал DimaTorzok Очень удобно Смотрите, вот это пальто вообще кайфное Здесь мне нравится такая модель Вот так рука как бы спущена На поясе и вообще без пуговиц Как халат такое И длина идеальная Вот это вообще огонь Больше Больше? Это какой размер? 44? Я тоже померила. Под платье, конечно, это потрясающе выглядит. Что там? Главное, пока нож. Мне кажется, тебе потемнее нужен свет. Посмотри, как тебе. Маленький свет потемнее, да? Ну, по-другому, по-другому. Подпишите? Нет. Это, который я сейчас мерила. Мне кажется, не потемнее. Он подпишет. Да. Я смотрю, был такой вот цвет, но как длинный. У меня, кстати, этот размер тоже. Нет, это будет нормально. А? Малого. Малого. Зачем уже помог? Ну, потому вот сейчас вот так, вот внизу, видишь, расклёшево. Расклёш? Расклёшево. Расклёшево. Ну, вот, посмотрите, дону. Смотрите, на мой товар, а ты его шлёшево. Смотри. Нет, ну, это маленький, ну, смотрите. Что? Ну, внизу, вот, чик-чик, видишь? Вот так. Ты что, это ж помятый? Это ж помятый. Ну, впереди. Ладно. Не захлёпывай. В общем, не захлёпывайся. Смотри, честно. Да, тебе потемнее. Тебе потемнее нужно. Так, следующий вариант. Голубом цвете. Ну-ка, качество. Потоньше, да? Ой, посмотри, бомбом цвете. Как? Сзади, правда, разреза нет. Ой, там что-то падает. Ничего? Да, в предыдущем даже не было. Было разреза. Не было? Да, не было. А на предыдущем был? Ой, такой голубой цвете. Приятный крест. Ты еще очень длинный. База. Девочка, это база. Это база. Ох, слушай, возьми два. Спасибо, мамочка. Ты мне так помогаешь? Я так всегда делаю, когда сомневаюсь. Нет? Мне капучино бежевое нравится больше, чем голубое пальто. Та-дам! Так, еще одно голубое пальто. Из той же оперы, что ты мерила, да? Мне кажется... Как будто тоже... Это беспуговец. Это только... А, как первое... Второе, да, ты мерила? А, нет, там другая модель. Избользовалась на кошелях. Измечалась. Ну, голубое тоже, конечно, очень красивое. Смотри, такой еще был. Как тебе? Это еще один? Да. Ну, я что-то отклюкся, и разница сейчас я вообще не вижу. Вот, плотненькая, длина хорошая. А, ну, там разрезано, да? Да. А ну-ка, застегивайся. Тебе какой-то нравится. Тоже хорошо, да? Пришли домой, сделали очень такой вкусный круассанчик. Кстати, увидела его в ленте, готовый круассан. Решила сделать сама, что-то у нас телек так громко работает. Решили сделать дома сами. То есть, купили готовые уже круассаны, но без ничего, без начинки. Потому что в магазине, в основном, соус майонезный. Мне от майонезного соуса плохо. У меня мой желудочек не переваривает этот майонез. Да, ну, вспомните, как майонеза, что-то недавно было. Очень плохо. А, как круассан, кстати. Тоже себе сделала. Вкусно? Нет. Теперь еще виноград, кишмиш. Очень сладкий, очень вкусный виноград. В магнике сейчас 120 рублей килограмм. Обалденно. Вышли на прогулку. Как бы в Кафе-Курсе. Сейчас вы сейчас прогуляться. Слушайте, прохладненько, честно сказать. Да? Прохладненько. Я прям немного подзамерзла. Мне очень хрюшит. Да? Очень хрюшит. Мне что-то очень холодно. Мне очень жарко. Очень холодно. Мне прохладненько. Я в платье. Не то. У меня она на детской площадке пекала. А мне прям прохладненько. Спас на Краве. Такая красота. Сейчас немножко прогуляемся. Хотим перейти вот именно на ту сторону. Ну, там как-то солнечно. Здесь мы в Тинючке прям идем. Что можно купить здесь в дворечках? Дума, в принципе, все понимают. Разные сувенички, сумочки. Вот такие зонтики. Санкт-Петербург. Разные платочки. Такие тоже. Санкт-Петербург. Сумки шопера. Брелочки. Что ты, милашка, тут видела? Хочу в Питер. Браслетики, да, вот такие разные. Браслетики, да, они туда разные. Пожалуйста, так. Пожалуйста, запрашивайте. Талант, в принципе, плюс-минус у всех похожий. Кружки. Это вот такие вот на подушку разные. Чехлы, кстати, очень прикольные. А молнии. У качества хорошие. Классные. Да, шапки такие. Пойдем, милашка. А то там Лика Ушин из папы. Да. Такие котята милые. Здесь разные. Да. Надеюсь, какой кот. Так это же этот... Саймон. А, Гартин есть. О, Капус. Это такой серьезный. Вот этот? Ага. Вот этот. Пойдем, Милан. У подруга он мягкий. Да я знаю, что мягкий. Пойдем. Что ты тут увидела? Кружечки. Я когда так переворачиваюсь, теперь он чуть налит. Угу. А еще вон, браслетики, Милан, видишь? Угу. Разные. У меня похожи. Да, с камешками. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вам покажу, что мне заказали. Новая косметика. Я заказала помаду, она у меня заканчивается. Потом заказали тени. В общем, сейчас покажу, что новенькое, такое интересненькое. Заказали. Это, кстати, итальянская косметика. И очень-очень хорошего качества. Мне она очень нравится. Миланка уже для чего-то сюда засула свою расческу. Любительница косметики в первую очередь смотрит она. Уже она смотрела с ликой и положила туда для чего-то свою расческу. Увлажняющая сыворотка. Очень классная. Просто вообще супер. Придаёт такое сияние кожи. Невероятно. Ещё, кстати, очень удобно наносить сыворотку. Так. Если я не ошибаюсь, это подводка. Каричневая подводка для глаз. Так. Это моя помада номер 03. Она мне, знаете, вначале, помню, её как-то заказала. И почему-то она мне очень сильно сушила губы. Но потом как-то, вот знаете, она мне вдруг начала подходить. Не знаю, с чем это было связано. В общем, это матовая помада. И я именно люблю, чтобы помаду наносить с помощью кисточки. Очень удобно наносить. Она очень удобно и легко ложится на губы. Вот. И мне вот она сейчас не сушит губы. Хотя изначально, когда только её купила, я немножко даже расстроилась, но мне почему-то сушила губы. Но потом всё прошло просто идеально. Держится только на губах, не сушит губы. Прекрасный цвет. Ещё раз говорю, номер 03. Прекрасный цвет. В общем, топчик. Так. Невероятно красивые тени. Кстати, посмотрите, как переливается сама упаковка, сияет. Не знаю, видно или нет. Поближе покажу. Так. Это такие тени. Можно сказать, запечённые, наверное. Вот такие вот тени. Невероятный цвет. Посмотрите. Такой перламутровый. Просто суперский. И вот хотела показать коробочку поближе. Посмотрите, как она сияет. Тени, кстати, 0,1. Цвет просто топчик. Единственное, что так тяжело открывается. Это тушь для ресниц. Коричневая, тёмно-тёмно-коричневая. Вот эти, как красиво все сияют. Ну, прям вообще красота. Вот это вот, это гель для бровей. Такая тут интересная кисточка. В общем, гель для укладки бровей. Очень интересная кисточка. У нас очень много разных гелей. Кисточки везде разные. Вот. Есть такая у нас, вот я сейчас пользуюсь. Вот Фаберлик. И знаете, она такая изогнутая кисточка. Кстати, просто суперско укладывает брови в волоски. И прям держится вот 24 часа. Классно. Эту я не пробовала ещё. Но я думаю, будет тоже очень классно. Но кисточка совсем другая. Такая прям объёмная, пушистенькая. Думаю, будет тоже очень хорошо укладывать. Потом как-нибудь скажу. В общем, такие вот у нас покупочки. Вот. Многое уже пробовали. Тени такие тоже покупали. Но немножко другой оттенок. Но очень хорошо держится. Тоже, знаете, не скатывается, не осыпается в течение дня. Вот. И вот эта сыворотка увлажняющая тоже мы не первый раз уже заказываем. Тоже очень классная. Это именно сыворотка-праймер для увлажнения кожи. И придаёт, как я уже говорила, именно сияние кожи. Вот такие у нас покупочки. Приехали в лето в торговый центр. Сейчас зайдём. Милана хочет в моде. Сняла хочет? Нет. У нас с ней в школе медкомиссия была перед первым сентября. Да, Милаш? Сейчас нам нужны продукты купить. Завтра мы хотим поехать в Карелию. Миланке нравится этот магазин. Здесь столько всего яркого, да? Канцелярия, конечно же. Эстетично, да. Канцелярия. Мы, в принципе, всё купили, но её так много. А что это такое? Маркеры. Это подгонки. Ничего себе. Прикольно. Я так и не видела. У меня были такие. Да, точно. Это только розочки. Вот и затылка такая. Ой, прикольно. Глянь. Классно. Так. Что здесь ещё есть? Разные блокнотики, пеналы. Смотри, Милан, какой пенал. С кошечкой. Ой, я такое любое обережье видела. Здравствуйте. Так он стоит не 500 рублей, а 150. О, Милан, похоже, вот как ты что-то покупала. Смотри. Нет, у тебя более тонкий, да, ещё? У меня сеточку. Ааа. Так что, здесь много. Интересно можно найти. Ой, смотри, какие ручки. Смотри. А внутри такие бласточки. Текаленько. Ой, смотри, какие ножички. Смотри, Милана, что мы с тобой... А, мы с тобой единственное, что не взяли, шоппер. Угу. А вон я вижу шопперы. Пойдём посмотрим, девчонки. Пойдёмте глянем. Вот они, Милан. Вот они, шопперы. Посмотри. Ой, рюкзаков у нас много. Мы не даже не стали. Есть, Милан, смотри, вот такой рюкзак-мешок. Или ты именно вот такой прям шоппер? Не, да. Мне кажется... А? Да. Точно, мы ещё зайдём в Ашан. Здесь вот такие. Они по 399 рублей. Есть по 500 рублей. Есть, да, по 400. А есть вот такой. Чего-то он такой дорогой у Ниппона вообще. Чего в нем такого, что он 1000 рублей стоит? Эти 300. Это даже ещё плотнее. Здесь такая ткань тонкая. Здесь прям плотно. Вот эти даже очень. Ладно, пойдём ещё посмотрим. Будем иметь в виду, да, Милан? Носочки разные. О, какие красивые статуиточки. Всё это я очень люблю. Свечи. Ди-ка, сейчас локтём чуть кружку не избила. С двойным гномом. Ну, тут ещё прям так жуха, прям вот миллиметры. Было бы прикольно. Кружечка какая, на 850 миллиметров. Гигантская. И будильничек, Милане, такой нужен. Будильничек, чтобы не проспать в школе. Но мы вообще стоём по Алисе. У нас Алиса, это палочка-выручалочка. Посмотрите, какой стакан. Очень стильненько выглядит. 199 рублей стоит. Миланки взяли вот такой шоппер. В бежевом цвете, плотная ткань. 199 рублей. Сейчас на него ещё акция. Симпатичненький, да, Милан? Ну, видимо, ещё что-нибудь можно ещё взять, да? Всё равно одного шоппера мало. Это для обуви, для смены. Сейчас пока, наверное, ещё не нужно обувь, да? Пока сухая погода. Попозже уже будет нужен он для сменки именно. Так, у нас опять примерка на Валберес. Все дороги идут в Валберес. Лика в этот раз берет. Вот такие вот сапоги. Не знаю. Нравится? Ну, много поход на людей ещё. Такая тётя Мотя. Мне Лика заказала такие. Ну, мне Лика заказала такие лапки. И она уже антистрессивная. Какими ютюбниками. Да. Здесь одно изнаковое. Мы с подругой общаемся. Пронус так. Из 43 до 23 размеров. Нет, у нас по стандартам. Стандарт. Вот это на шпиле. И они ещё и без молнии. Вот мне вот эти очень нравятся. Мне вот эти нравятся. Удобно. Удобно? Да. Даже вот эти больше нравятся. Сосочи первые. Вот здесь пошли. Эта штука. Нравится? А есть такой белый? А, вот. Вот он. Ну, что тебе вообще самое? И те, и те удобнее. Вот эти выше. Здесь приятный кожа. Не потрогай. Ну да. Да. Ну то натуральная кожа. Вот эти на шпильке. Это не. А может смотреть. Не тёплый, тёплый. На физике. Ну не ещё. Не евро, да? Нет. Ну давай дальше. Пока больные. А тебе вот и удобнее вообще, какие больше. Ну просто смотри, я планирую это не зимой не ходить. На шпильке зимой, да? Не, на шпильке зимой точно не вариант будет. Ну как бы если прям вот ходить, ходить всё время. Ещё один вариант. Здесь как бы в круге. Мне кажется, он выше, чем у первой модели. Здесь неудобно. Неудобно. И неудобно. И не красиво. Я тебе сразу говорю. И как-то ходит высок. Хочется его поднять, и тогда будем взлетать. Угу. Нет. Вот здесь кто вообще? Всё собрано. Какое? Да. Нет. Ну-ка, что там? Что же самое? Что-то это тоже самое. Здесь, видишь, молния короткая. Видно всю модель. А, да? Мне кажется, что там прям полностью туриная. У меня есть типа такого, помнишь, такие итальянские, кожные, бежевые. А, бежевые помнишь? Помнишь, тоже такой каплачок? Такие они с возможными, да? Да, но они такие вот, как бредиенты. То есть из светлых потемнее переходят. Итальянские. Не свалбились. Да. Да. На Воберс тоже есть. Нет, на Воберс тоже есть. Но я просто их покупала, на самом деле, в магазине. В Италии? Да. В Италии была, значит, в Милане. В Пятигорске. Да не было, в Пятигорске уже сто лет. Всё собираемся, и когда доезжаем туда, то не передумываем. Те водовые были. Какие? Ну, это толстенька была. Конечно, берём до салата. Та-а-а. 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 Не очень приятный запах от них. Так, хорошо. Теперь, значит, жду, да, выбираем? Или шпилька? Да. Та-а-а. Сейчас померите. Что? Вот такие у нас обновки. Лика выбрала всё-таки такие сапоги. На пакетиках, потому что, ну, всё-таки она уже мерила это на Валперис. И вот такой Пальтулика выбралась. Тела. Тела. Класс. Показать депост. Как-то криво. Тела. Ага. В бежевом цвете выбрала. Слушай, прям под сапожки вообще длина идеальная, да? Мне очень нравится. Очень. Вообще класс. А Миланки взяли, смотрите, вот такие вот ботиночки на осень. Они здесь на резиночке вот так. И сбоку молния. Это такие именно демисезонные, но так на осень. Симпатичненькие. Так. И Миланки ещё взяли в школу вот такие макле, локеры. Вот такая подошва тракторная. И они на шнурке. Ещё здесь вот такая вот металлическая. Сейчас покажу. Я думаю, в кадре она именно хотела бы. Вот такая вот цепочка была. Ну, удобная, мягкая такая полная. Смотрите, вообще красота. Вот такие вот туфельки. Слушайте, ну классно, да? Так стильно выглядит. Она ещё взяла себе гетро. Красиво. Так будет интересно. Вот особенно такую юбку теннисную мы покупали. Милан, смотри, цепочка вот такая здесь. Видишь, какая красивая. Скажи, бомбокские туфельки. Вообще класс. Ну всё, к школе готовы. Всё купили. Так что и куртку новую взяли на осень. Ботиночки, буферы и всё. Мы ездили в культуру кроссовки. И всё абсолютно есть. Так что в школе готовы. Слушайте, ну сапоги тоже, вообще, конечно, огонь у Луки, да? Угу. Вообще классно, да? Так, ну что здесь. Лика примеряет сумочка пинка. Да, она вообще тут классно, да? Подходит под цвет. Вообще здорово. Лео вышла на осень. Осмотр покупок. Классно, да, Олег? Да, мне нравится очень. Очень нравится, да. Не успели выехать. Всем доброе утро. И девчонки на заправке решили перекусить. Миланка достала сухарики. Пойдёмте, да, погуляем по территории здесь. Собачка везде с нами. Купель 39, я думала. Оказывается, даже 42 градуса. Немножко поболее. Представляете? Да, и не ошиблась. 42. Ну, кушай. Только с ладошки. Вот так. С ладошки. Спасибо. Блино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова